Здравствуйте! В эфире новости 24 в студии Махач Курбанов. Коротко о главных событиях сегодняшнего выпуска. Абдусамат Гамидов проинспектировал ход ремонтных работ на автодороге Махачкала-Каспийск. В Центральной Джума-Мечети проходит конкурс на лучшее чтение Корана. Дагестанский Анжир расторг контракты с тремя футболистами. Председатель правительства Дагестана Абдусамат Гамидов проинспектировал ход ремонтных работ на автодороге Махачкала-Каспийск. В сопровождении руководителя агентства по дорожному хозяйству республики Загида Хочбарова и мэра Махачкалы Мусы Мусаева, премьер-министр ознакомился с ходом замены изношенного слоя асфальтобетона. Качественная дорога, соединяющая нашу столицу и город Спутник, активно эксплуатировалась с момента открытия по сей день. Результаты проверки и комментарии в следующем сюжете. Дорога была сдана в эксплуатацию 10 лет назад и сегодня требует реконструкции, причем на самом высоком уровне. 1 августа основная часть будет завершена, в связи с этим создаются некоторые неудобства автовладельцам. В вечернее время небольшие пробки на выезде из столицы. Я думаю, надо нашим горожанам как-нибудь потерпеть еще 30 дней, потому что по-другому невозможно, потому что техника не сможет работать. Поэтому сдадим этот участок и условно отсюда уже перекроем эту сторону и перейдем до Каспийска. Эту дорогу мы хотим сдать до сентября месяца. Для компактного скопления населенных пунктов Махачкалы из регионального фонда выделено 684 миллиона рублей. Они будут направлены на ремонт подъездных дорог к столице. А на средство федерального бюджета запланирована реконструкция 68 улиц в два этапа. Работы уже ведутся. Планируется отремонтировать городские и подъездные дороги. Практически на семи участках работают бригады. Идет лечение дороги, фрезерование верхнего изношенного слоя, полив битумом, укладок сеток. Дальше идет укладка асфальтобетона, асфальтобетонного покрытия. Это у нас второй случай в республике, где мы реализовываем 3D-нивелирование. Что это означает? Это означает, что мы проект переносим в натуру с точностью до 3-4 миллиметров. Абдусамат Гамидов также посетил строительную площадку. Там должны появиться два учебных корпуса и корпус с актовым залом. Библиотека, спортивный зал и столовая. Запланировано также строительство мини-стадиона. Здесь вот самая грязная работа, тяжелая была здесь, да. Сейчас легче пойдет. График производства работы, сколько идет у вас? Срок или отставание? Вот мы сделали график с учетом, что вы в декабре должны сдать. Сегодняшний день как идет? Мы идем в графики. До конца лета должны быть завершены строительно-монтажные мероприятия. После рабочие приступят к внутренней отделке и благоустройству территории прилегающих школе. Сдача объекта планируется к концу года. В центральной джума-мечети Махачкалы проходит республиканский конкурс на лучшее чтение Корана. Мероприятие приурочено к 220-летию имама Шамиля. Участие принимают более 100 человек. На открытие побывал наш корреспондент Гамзат Нурмагомедов. Конкурс часов проходит по пяти номинациям. Самое сложное из них – чтение всего Корана наизусть. Возраст участников не ограничен. Такие конкурсы становятся причинами объединения, единства, братства. Здесь принимают участие из разных регионов республики хафизы и чтецы Корана. В этом есть огромная польза. И те, кто не ходят в мечети, не читают до сих пор Коран, их тоже вдохновляет, поднимает желание. В качестве жюри выступают ученые из Сирии и Дагестана. Председатель жюри Мухаммад Хабиб Будунов зачитывает регламент турнира. Далее он вызывает участника к микрофону, называет страницу из Корана. Все внимание приковано к чтецу. Он начинает. 12-летний Мухаммад Рахим Гасанов занимается изучением Корана с 9 лет. Проживает в поселке Ленинкент. К конкурсу подошел основательно. Мне сперва сказали по таджидам. Я по таджидам учил. Когда узнал, что там можно, я с маком учил. Конкурс также проходит для зрителей. Любой желающий читает Коран с того места, откуда пожелает. Цель организаторов – приобщить молодежь к ценностям мусульманской культуры и образования. Я особенно родителям хотел бы посоветовать, порекомендовать, чтобы они взялись за дети вовремя, чтобы дети ходили в мечети, примечетские мактабы, чтобы изучали Коран с самого детства. Финальный этап состоится 21 июня. После оглашения результатов призерам вручат памятные подарки и ценные призы. Гамзат Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Накануне в московском шатре Рамадана у мемориальной мечети состоялся вечер Лакии. Мероприятие посетили порядка 800 человек. Среди них ученые и богословы, представители медицины, науки и образования, а также бизнесмены и спортсмены. На протяжении уже 12 лет шатер Рамадана располагается у мемориальной мечети. За эти годы шатер стал своего рода визитной карточкой мусульманской Умы Москвы. На каждый день благословенного месяца готовится программа, включающая в себя целый ряд просветительских и национально-культурных мероприятий. На вечере Лакии гости познакомились с богатой историей народа, узнали о роли лакцев в распространении ислама на Кавказе. В программу также были включены выступления богословов. Айша, рада Аллаху, спросила посланника Аллаха, о посланник Аллаха, если я увижу, если я пойму, что это ночь предопределения, какую мольбу я обращусь к Всевышнему Аллаху. И посмотрите, как отвечает пророк, сказал Аллаху, он говорит, ты скажи, Айша, Аллахумма, инна-ка афугум, ухикбул афгу фааку анни. О, Аллах, ты прощающий, любишь прощение, прости же меня, прости же мне мои грехи. В рамках вечера для гостей были представлены исторические сценки и рассказы о национальных костюмах. В насыщенную программу вошли показ медиароликов и ужин разговения с блюдами дагестанской кухни. Проведение мероприятия взяли на себя активисты молодежного объединения «Лакия». Вечер по праву можно назвать народным. Сбор средств на организацию «Ефтара» проходил в социальных сетях. Мне очень сильно помогли люди. Чувствую эту поддержку нашего народа, которую они оказали. Я бы хотел всех их поблагодарить за то, что они схватились и сумели мы вместе провести такое масштабное мероприятие. Во-первых, это любовь к своему народу, любовь к моим братьям и сестрам друг к другу. Именно это сплачивает нас в такие моменты, в такой священный месяц. Поэтому я очень рад. Завершился вечер викторины аллакских ученых-богословов, чтением нашидов и неформальным общением. В планах у организаторов продолжать добрую традицию. Курбан Рагимов, Дауд Гассанов, телеканал ННТ, Москва. Клуб из столицы Дагестана объявил о прекращении сотрудничества сразу с тремя игроками. Анжи покинули защитники Камиля Агаларов, Максим Белый и полузащитник Дмитрий Кудряшов. Контракты расторгнуты по обоюдному согласию. За прошедший сезон футболисты не провели в составе Анжи ни одного официального матча. Однако в пресс-службе клуба отметили, что футболисты внесли весомый вклад в развитие клуба. Каждый из них за время нахождения в команде продемонстрировал себя настоящим профессионалом. Отметим, что Камиля Агаларов, воспитанник дагестанского футбола, вернулся в родную команду после развала новой истории по своей инициативе ступольного клуба «Ростов». Также Анжи оповестил своих фанатов о том, что бывший игрок «Луганской зари» Игорь Чайковский подписал контракт с дагестанским клубом. Однако подробности документа пока не раскрываются. Игрок будет выступать в Махачкалинском клубе под четвертым номером. Напомним, ранее стало известно, что украинский полузащитник отправится на первый сбор Анжи, после чего подпишет контракт с клубом. В Министерстве по делам молодежи Республики Дагестан состоялось чествование победителя чемпионата России по вольной борьбе олимпийского чемпиона Абдул-Рашида Садулаева. Чемпиона России 2017 встречали министр по делам молодежи Республики Арсен Гаджиев и его заместитель Магомед Маликов. В беседе с Садулаевым руководитель ведомства отметил вклад чемпиона в формирование положительного имиджа Республики и обсудил исход финальной схватки, подчеркнув его волю к победе. Министр отметил, что для сотен тысяч молодых людей спортивные достижения наших чемпионов являются главным стимулом и примером для развития. Именно поэтому министерство старается привлечь спортсмена в проекты, реализуемые не только по направлению спорта, но и в интересные инновационные и интеллектуальные мероприятия. К примеру, было озвучено предложение открыть библиотеки в спортивных клубах. Идея была с энтузиазмом поддержана Садулаевым. В завершении министр вручил Абдул Рашиду благодарность за пропаганду здорового образа жизни и значительный вклад в реализацию молодежной политики Республики Дагестан. Ансамбль «Молодость гор» занял первое место на фестивале в Баку. Третий международный фольклорный фестиваль «Дети Кавказа» за мир на Кавказе собрал более 40 учащихся Дагестанского колледжа культуры и искусства. Участники выступили с рутульским фольклорным и молодежным праздничными танцами. По окончании фестиваля директор колледжа Патма Муртазалиева и руководитель ансамбля Наргес Толгатова были приглашены на азербайджанское телевидение «Лидер». Дагестанцы сортирующие отходы смогут получить рулькоты на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы. По известной информации, субсидии и средства экологического сбора будут выделяться субъектам, переходящим на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами. Реформа должна завершиться к началу 2019 года. Новая система позволит контролировать работу компании от этапа сбора мусора до его утилизации и захоронения. Житель Махачкалы заподозрен в сбыте запрещенной техники. По данным следствия, подозреваемый сбыл условному покупателю за 25 тысяч закамуфлированный под наручные часы аудио-видеорегистратор с возможностью проведения скрытого визуального наблюдения и документирования. Данный прибор является специальным техническим средством для негласной съемки информации. В отношении махачкалинцев возбуждено уголовное дело и проводятся следственные действия. Бесплатный мастер-класс для IT-предпринимателей пройдет в Махачкале 7 июля. Ошибки бизнеса и советы, как их избежать, расскажет директор бизнес-инкубатора Высшей школы экономики Михаил Эрман. Встреча с экспертом пройдет в бизнес-инкубаторе переинновации. Мастер-класс будет полезен авторам проектов, предпринимателям, маркетологам и бизнесменам, желающим увеличить доход в несколько раз. На этом у нас все. И, как обычно, напоследок курс валюты на завтра. Доллар 58,57 рубля, евро 65,32 рубля. Оставайтесь с нами и больше информации смотрите на нашем сайте nnttv.ru. А я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok